Все, что не касается именно архитектуры как таковой, это как раз вопрос дизайна. Когда мы говорим о дизайне, мы представляем, что что-то будут где-то украшать. А ты чего пришел такой красивый? Ты такой мокрый. Сейчас поедешь в Шушенское. Здравствуйте. Сегодня канал Европлант Лайф. В гостях у Виктории Сангиной, арт-директора ландшафтного архитектурного бюро Гринс. Здравствуйте. Здравствуйте, Вика. Да, привет, Андрей. Да, мы хотели бы сегодня поговорить про ландшафтное проектирование. Эта тема всех очень интересует, поскольку на самом деле мы очень мало знаем, что это такое. Поэтому, во-первых, хочется услышать действительно, что это. Да, на самом деле ландшафтное проектирование и ландшафтный проект как таковой, это немножко неправильное название. На самом деле это называется проект блустройства озеленения. То есть человек думает, что ему нужно позвать ландшафтного дизайна для того, чтобы он ему искал, где посадить иву, например, или яблоню, это, ну не знаю, меньше с 5% из того объема работ, на который способен грамотный ландшафтный специалист. Основная задача ландшафтного проекта – это организация пространства. Участка, то есть понимание, где какие структуры будут расположены на этом участке. Не просто там газон и клумба, а где у нас будет беседка-бербекю, да, какого она размера, какая площадка будет перед ней, нужно ли нам платье перед баней, да, с какой стороны поставить эту баню, потому что, например, мы будем париться во второй половине дня, нам нужно западное солнце. Это все учтет ландшафтный дизайнер. Какой шириной должна быть дорожка, чтобы по ней было и комфортно идти, и чтобы она была гармонично вписана, чтобы она не казалась очень узкой или не была слишком широкой. Эти все моменты учитывает как раз ландшафтный дизайнер. Ну, в принципе, просто нас вводят в заблуждение, как правило, слово дизайнер. Потому что, когда мы говорим о дизайне, мы представляем, что что-то будут где-то украшать. А если речь идет о проекте, это все-таки проектирование. И, наверное, вот этот термин сейчас очень модный, но тоже не всем понятный. Ландшафтная архитектура, ландшафтный архитектор, он более, наверное, описывает вот этот процесс более правильно. Я не ошибаюсь. Ну, начнем сначала с термина дизайнер. Это очень убывательское представление о том, что дизайнер – это человек, который делает красиво. Прежде всего, он делает удобно, то есть это эргономика. Красиво одновременно с ним. То есть это должно быть гармонично, это должно быть удобно, и это должно быть красиво. Это должно быть сделано из тех материалов, которые есть в наличии, и которые будут надежны. Все эти вопросы должен решать именно дизайнер. Это касается дизайном с чего угодно. Там этой тумбочки, там этого кресла, этого участка. То есть все, что не касается именно архитектуры, как таковой, это как раз вопрос дизайна. Ну вот если мы говорим о благоустройстве наших дачных участков, больше всего, я думаю, наших подписчиков интересует благоустройство собственного или дачного участка, или дома, если он существует за городом где-то, то какой нам нужен специалист, что мы должны у него спросить, что должно быть написано у него в дипломе. Достаточно ли будет каких-то курсов, или все-таки нам требуется более какая-то высокая специализация, квалификация? Я бы не акцентировалась именно на образовании, я бы акцентировалась, наверное, на опыте работы, на плодах этой работы, соответственно, на портфолио, на поиски взаимоотношений с человеком, потому что дизайн, который заказывают частные лица, это очень индивидуальная штука такая, то есть этот человек должен зайти к вам в семью, вы должны ему доверять и разговаривать с ним на одном языке. Смотреть по диплому, например, если человеку вам неприятно, он ландшафтный архитектор, я не думаю, что у вас сложится прекрасный сад, не имеет значения. Ну, потому что это, наверное, не разовая работа, она, в принципе, достаточно протяженная, долгая, и если ты будешь каждый день с этим человеком общаться и обсуждать какие-то моменты, то, наверное, стоит ему, во-первых, доверять, доверять его вкусу, и вы должны как-то совпадать в взглядах на прекрасное. Однозначно. Более того, этот специалист, так же, как и заказчик, должен уметь себя слушать, то есть это должно быть очень обоюдно. Не все, к сожалению, на это способны, и это, в общем-то, тоже бывает проблемой. Потом надо забывать, что очень часто можно выбрать не просто персону, можно выбрать ландшафтную студию или ландшафтное бюро, и там будет гораздо больше выбор, или там будет человек, который осуществляет именно коммуникацию с заказчиком, и там уже не важно, кто проектирует какой-то отдельный узел, то есть там уже будет работать команда. Тут есть свои плюсы и свои минусы. Основные плюсы, что тебе не скажут, ой, я заболела, ой, я случайно ушла в декрет, или там я улетела куда-нибудь на Мальдивы. Вот эти все факторы будут полностью исключены. Поэтому, может быть, пойти этим путем. В любом случае, нужно смотреть портфолио, опять-таки смотреть, нравится тебе эти работы, не нравится. Вика, расскажи, на каком этапе лучше всего приглашать специалистов по ландшафтному проектированию? Лучше всего приглашать его пораньше. Или тогда, когда вы покупаете участок, или тогда, когда вы определились с проектом дома. Это два самых идеальных варианта. Но, естественно, что большей части нас приглашают уже тогда, когда либо построен дом, идет внутренняя отделка, либо когда люди уже въехали. Поэтому, конечно, в этих двух диаметрально разных вариантах проектируем мы совершенно по-разному. В первом варианте, когда все как чистый лист, мы начинаем с того, что мы сажаем дом. Во втором случае мы уже имеем дело с текущей ситуацией на участке. И там, конечно, больше это путь компромиссов. Этапы ландшафтного проектирования разделяются на предпроектную подготовку, эскизную часть и, собственно, работу над проектом. Предпроектное изыскание – это первичный выезд на объекты ландшафтного специалиста, знакомство с обстановкой, знакомство с участком, знакомство с владельцами участка, уточнение технического задания, потому что, естественно, что обычный человек не может его с первого раза грамотно составить. Он не до конца знает, что он хочет, и какие возможности есть данного участка. То в конечном итоге он захочет на нем делать. После предпроектного изыскания начинается уже проектная часть. Сначала мы делаем эскиз. То есть это та база, та рыба, которую, если мы уже примем, мы ее переносим в генеральный план, и дальше будет наслаиваться только какая-то рабочая документация. То есть это самое основное, это основная идейная часть проекта. Мы убираем этого Ирода, приезжаем и оцениваем ситуацию с точки зрения… Это был последний вот этот красивый, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова